Среди противников вакцинации от коронавируса распространено множество причин, некоторые из которых являются обоснованными, а некоторые не очень. Одной из таких причин – религиозные убеждения, о которых во многих группах социальных сетей распространяется большое количество ложной информации. Что на самом деле говорит Библия, насколько существует связь между вопросом вакцинации и религиозными убеждениями, и чем следует руководствоваться верующим при выборе вакцины. Обо всех этих вопросах мы поговорили с протеереем Томазом Лумидзе. В первую очередь мы спросили у православного священника, насколько правильно связывать прививки с религией. Вакцинация, так же, как и любые другие лекарства, никак не связана с религией. Когда мы идем к врачу и получаем какую-либо медицинскую помощь, мы это никак не отождествляем с религией, так ведь? Что касается вакцины против COVID-19, ошибочно связывать ее с религиозными мотивами и верой. Это чистой воды спекуляция. Определенные группы людей утверждают, что они находят в Библии или Откровении Иоанна Богослова, или в других религиозных работах подтверждение того, будто эта вакцина – печать нечистой силы. Это неправильно. Во многих группах социальных сетей бытует мнение, будто вакцинация несовместима с православным порядком. Мы попросили протеерея Томаза Ламидзе растолковать, что же именно написано в Библии. Если отбросить спекуляции, то такой записи в Библии не существует. А вот что действительно там написано. Появится некий антихрист, который будет вводить в заблуждение людей и заставлять их наносить знак антихриста на лбу или на руке. Каждому будет наложено на правую руку или на чело начертание или имя зверя, или число имени его. Вот о чем там говорится. Но нигде не сказано, что это будет вакцина или какое-то лекарство. Поэтому церковь всегда рассматривал эту часть Библии как олицетворение нашего выбора служить Богу или антихристу. Нельзя это никак связывать с какой-либо вакциной или чипами. Поэтому, когда люди не очень понимают духовное значение таких записей, они связывают их с материальным. Начертание зверя из откровения никак не может быть истолковано, как вакцинация. Протеолей Та Мазла Мидзет живет в Германии и служит в немецкой православной церкви. Мы поинтересовались у него, какое отношение у его прихожан к вакцинации против COVID-19. Все воспринимают это как благословение Божие, что в такие тяжелые времена у нас есть лекарства против этой болезни. Да, в Германии тоже существует движение противопривычников. И думаю, что такое есть в каждой стране. Потому что люди везде похожи друг на друга. Все склонны верить теориям заговора. В Германии уже больше 70% населения дважды привились. Поэтому смертность гораздо ниже, чем в Грузии. И в конце разговора мы попросили у православного священника рассказать нашей аудитории, почему он считает вакцину необходимой для победы над коронавирусом. Я думаю, что во время бед Бог нам всегда помогает. Я глубоко верю, что вакцина в этом случае, как и в любых других случаях за предыдущие века, это Божье дарование, чтобы спастись от этой напасти. Прививка никак не связана с религией. Это просто вакцина, лекарство для борьбы против болезни. Поэтому я всех призываю спасать жизни. Все это соблазны. Потом человек будет жалеть обо всем, что он повелся на всякие ошибочные религиозные взгляды. На самом деле люди рискуют жизнью и погибают. Поэтому я всем советую привиться. Сегодняшняя статистика показывает, что непривитые погибают гораздо чаще привитых. Я уже привился, и вся моя семья тоже. Мы живы и не потеряли своей веры. И тем более не стали прислужниками зла. Вакцина – это спасение от бед. Старрелигиозная в релизе и тоже нет. Схибули, а даминсо гонья... Субтитры создавал DimaTorzok